Спасибо, Татьяна! Начнем! Итак, коммунальщик завтра готов протестировать гостей из Московской области. В качестве оппонента выступят хоккеисты Динамо Электросталь. Сейчас барнаульские девчонки, как уже сказала Татьяна, идут на пятом месте из шести возможных. Будущие соперницы на третьем. Напомню, серия состоит из двух игр. Далее, 26 и 27 сентября, также в родных стенах коммунальщик примет лидера турнира, тоже Динамо, правда на этот раз приставкой ЦОП Москомспорт. Закроют серию 3 и 4 октября матчами с Волгодонской Дончанкой. По итогам этих турниров, скорее всего, станет известно итоговое место коммунальщика. Девчонки, болеем за вас! Идем дальше. Спортивная общественность края до сих пор обсуждает первый голос за сборную страны футболиста Салтая. Им стал Александр Ирохин. Отличиться наш земляк мог несколько раз, в том числе и в товарищской игре против Чехии. Чего стоит только выход 1 на 1. В итоге все же забил. Мяч после подачи с углового флажка нашел голову высокого Ирохина. Тот словно молотом заколотил его в сетку ворот. После этого счет стал и вовсе неприличным. Другой известный футболист Алтая Алексей Смертин выходил на газон в форме сборной России 55 раз. Но отличиться так и ни разу не смог. Александр Ирохин теперь номер 1 в истории. Идем дальше. Допущены до участия, но пока без ледовой арены речь идет о хоккеистов клуба Алтай. По-прежнему неизвестно, где будет играть матчи чемпионата команда Андрея Соловьева. Дворец зрелищи спорта закрыт. Карандин-арена для проведения первенства ФХЛ еще недоступна. Зато клуб без проблем прошел заявочную кампанию. Финальной серии ждать осталось недолго. Рано или поздно развязка должна случиться. Вот теперь все. Меня зовут Станислав Сергеев. И как сказал Брюс Ли, невозможно победить того, кто не сдается. Увидимся через неделю. Продолжение следует...